Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Сегодня я опять продолжаю тему зерновых брах или зерновых дистиллятов. Сегодня я делаю рожь. Мне очень хочется снять видео о том, что можно сделать прекрасный и благородный напиток, настоящий шедевр с изысканным вкусом и ароматом на старом дедовском оборудовании. Мне очень повезло, и я нашел ржаную муку. В чем ее прелесть? В том, что это самая мелкая фракция, и мне не нужно ее будет слишком долго разваривать, как кашу. Я нагрел в заторном чане воду до температуры 45 градусов. Высыпаю муку и размешиваю строительным миксером. Я это делаю именно при такой температуре, чтобы сейчас мука прекрасно растворилась в водичке, и мы избежали комков. Я высыпаю муку. Вот так прекрасно мука растворяется в водичке. Вот такая густая каша из муки получилась. Комки полностью отсутствуют. Сейчас я включаю парогенератор и нагреваю кашу. Полчаса-час она у меня будет вариться. То есть как можно лучше, чтобы она прогрелась и превратилась в клейсер. После этого я буду вносить первый фермент. Ржаная мука запарилась с помощью парогенератора 1 час 20 минут. Она прекрасно разварилась. Теперь я беру первый фермент альфа-амилаза. Он вносится при температуре 99-100 градусов. И размешиваем. Вот такая густая кашка получилась. Сейчас я немножко покажу. Вносим альфа-амилазу. Перемешиваем. Ржаная каша. Вот так мука прекрасно заварилась. С помощью фермента альфа-амилаза она стала жидкой. Здесь два фермента. Это протеаза и целлюлаза. Эти ферменты помогают в увеличении выхода спирта и раскрытию других белков при ввлечении их в сахар. Теперь я добавляю самый важный фермент, который будет осахаривать крахмал в ржаной муке. Это глюкоамилаза. И перемешиваю. Сейчас я его укутываю и оно остывает до температуры внесения дрожжей. То есть 30 градусов. Предварительно перед несением ферментов глюкоамилаза и протеаза с целлюлазой я попробовал мучную кашку. Прекрасный вкус и даже чуть-чуть сладости. Очень мало. Продолжаем тему зерновых брахм. Я отмерил порцию дрожжей. Немного разбавляю их водичкой. И вношу эти дрожжи в ржаную кашу из муки. Я очень люблю проводить эксперименты. На упаковке с дрожжами написано, что эти дрожжи подходят только для разбраживания зерновых брах. Для сахарной брахи эти дрожжи не подходят. Я провожу эксперимент. В этой чашечке у меня раствор инвертного сиропа. Я также добавил сюда эти же дрожжи. Посмотрим, смогут ли они завестись или нет. Сейчас я сделал йодную пробу из ржаной муки. После того, как она распарилась и с ней поработали ферменты. Йодная проба меня устраивает на все 100%. Здесь полностью отсутствует какой-то синий цвет. То есть фермент глюкоамилаза прекрасно работает. Прошло больше часа. Дрожжи в сусле из муки прекрасно работают. Появилась хорошая шапка из пены. А дрожжи, которые были в инвертном сиропе, абсолютно никак не реагируют. То есть эксперимент провалился. В обычном сахарном сиропе эти особые американские дрожжи, которые созданы для зерновых брах, не работают. У меня есть три ампулы антибиотика. Это доксициклин. Я раскрываю сами капсулы и высыпаю антибиотик в браху. Дело в том, что антибиотик помогает минимизировать влияние внешней среды на то, что брага может скиснуть. Поэтому вреда от него абсолютно никакого нет. При перегоне, при высокой температуре, все частички антибиотика полностью нейтрализуются. Поэтому лучше использовать антибиотик, зато у вас будет гарантированно стабильный результат и брага у вас никогда не скиснет. Сюда я высыпаю, выливаю дрожжи. Теперь я высыпаю сюда антибиотик доксициклин. Я очень много слышал, что при работе с рожью очень большое пеноотделение. Посмотрим на этом гидромоторе вот с таким запасом воздуха при гидрозатворе, что у меня будет. Брага из ржи бродит уже сутки. Вот так интенсивно выходят пузырьки воздуха. Буквально через 5 часов после внесения дрожжей пошел вынос пены. Пены вынесло совсем чуть-чуть, ориентировочно грамм 50. Я все раскрыл, посмотрел, пенообразование абсолютно уменьшилось. Уже сутки, все прекрасно. Пены нет. Брага бродит уже трое суток, без пяти часов. По вкусу она уже прекрасно выбродила. Сахара абсолютно нет. Уже есть устойчивая кислинка. Я начал перегонку с жарной браги. Сейчас я работаю через один сухопарник и один барбатер. Я так сделал потому, что если будет выброс браги, то я это все соберу в сухопарнике. Барбатер нужен для того, чтобы немного очистить спирт-серец от примесей. Скорость отбора 14 минут 1 литр. Крепость 56 градусов. Запах стоит, первые нотки очень неприятный. Но когда именно нюхаешь сам спирт, то слышны уже вдалеке такие хорошие хлебные корочки. Не ржаной хлеб, но такой именно серый хлеб. Приятно. Вот такой струечкой идет спирт-серец. 14 минут набирается литр. Я закончил перегонку ржи. Сейчас я весь спирт-серец выливаю в перегонный куб, разбавляю его фильтрованной водой из обратного осмоса до крепости 20-22 градуса и начинаю перегонку. Перегонку я буду вести с отбором голов, а также это будет дробная перегонка. Сначала будет обираться тело, потом хвосты. Я закончил перегонять рожь. Аромат ржаного самогона очень интересный. Сначала он такой достаточно сильный и кажется, что слишком притерный. Но именно потом идет вторая нота, второй нос. Именно легкий-легкий аромат серого хлеба, даже ближе к ржаному, то есть и не ржаной, и не серый. Но эти все оттенки аромата мы услышим уже на дегустации. А пока я отправляю весь самогон отдыхать в стекле минимум на 10 дней. Я специально сделал одну партию 45 градусов крепостью, для того, чтобы ее было удобнее дегустировать. Еще одна партия самогона крепостью 50 градусов. Скорее всего, она пойдет на щепу. Ржаной самогон уже отдыхает в стекле. Друзья, встретимся через время, когда он отдохнет, и будем дегустировать. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите в комментариях все, что вы думаете. И помните, кухня – это самое спокойное место.